В последнее время стали популярными такие стили домов, как барнхаусы. Особенностью у них является то, что крыша переходит в фасад без карнизного свеса. В этом ролике я покажу, как оформить такой узел при использовании на кровле и фасаде гибкой черепицы Шинлос от Технониколь. При устройстве барнхаусов важное внимание нужно уделить вентиляции фасада и кровли. В этом случае у нас нет карнизного свеса, поэтому воздух под фасад должен сходить с нижней его части, проходить под всей ее плоскостью, плавно переходить без разрывов в кровлю и выходить через конев. Если стройка предполагается длительная, то правильнее начать монтаж с кровли, чтобы защитить конструкции от атмосферных осадков. Однако в этом случае будет неудобно монтировать последний ряд на фасаде, поскольку будет мешаться карнизная планка. Для того, чтобы этого избежать, можно начать монтаж с фасада, но при этом обеспечить защиту кровли от воздействия осадков, например, закрыть тентом. Второй вариант решения этого вопроса – начать все-таки с кровли, но последний ряд черепицы на фасаде монтировать таким образом, чтобы сначала приподнять немного планку, а затем произвести монтаж. Удобнее всего это будет сделать при помощи пневматического инструмента. Мы начнем с фасада. Правила монтажа для гибкой черепицы здесь сохраняются такие же, как и на кровле. Чтобы правильно смонтировать гибкую черепицу, изучите инструкции по монтажу. Особенностью при устройстве фасада барнхауса является подкладочный ковер. Здесь применение самоклеящегося ковра не нужно. Мы будем использовать полимерный ковер Альфа Андереп. Монтируем ковер на гвозди с пластиковыми шайбами. Расход 15 штук на метр квадратный. Для оформления углов используем перцевые планки, а значит смонтировать их нужно до монтажа черепицы. Чтобы переход получился надежным и красивым, подрезать планки лучше заранее до монтажа черепицы. Монтировать черепицу начинаем со стартовой полосы. В нашем случае это нарезка драконьей зуб, а значит используем рядовую черепицу, промазанную мастикой фиксер. В зоне торцевой планки обязательно промазываем гонт мастикой и подрезаем верхний уголок для отвода воды. Обратите внимание, что количество крепежа увеличено. 8 гвоздей на 1 гонт. Монтируем черепицу до самого конца фасада. Нужно учитывать то, что гвозди самого верхнего ряда должны закрываться карнизной планкой. Далее монтируем черепицу на крышу. Тут просто нужно соблюдать требования инструкции по монтажу, а значит нужно уложить подкладочные ковры, самоклеящиеся на начало ската, ковер механической фиксации на остальную часть крыши. После ковров монтируем торцевые планки. Далее монтируем гибкую черепицу на скат согласно инструкции. Гибкая черепица Шинглаз это материал не только для классических скатных крыш, но и для современных архитектурных решений, например для таких как Барнхаус. Такое решение с гибкой черепицей будет красивым, надежным и долговечным. Поэтому используйте правильные материалы, а еще подписывайтесь на наш канал и смотрите новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok